Слава Богу, у нас не было в подваре пол-литра воды и не плавали крысы, как во многих домах у нас в городе. Вместе с тем, конечно, на какой-то период под управляющую компанию был заброшен, тут лежали старые вещи, ну, все как у всех. То есть подняли, счистили, как-то побелели, как-то приспособили, что-то сделали, повесили освещение, сделали вытяжную вентиляцию и так далее. Сначала, причем, стол нашелся, у Влада был каркас нашего председателя. Тут были бывшие бэушные столы Советского Союза, мы на них использовали. Со временем поняли, что нужно идти дальше, и приобрели столик, вложились, купили столик, освещение сделали, вот, натянули сетки, чтобы мячик не бился об стенке, и с удовольствием играем свободно от работы время. Всем хватает места, играем, когда много людей собираются, играем 2 на 2, тут можно, в принципе, и, хотя помещение, как бы, не сильно высокое, но настойный теннис вполне хватает. Это спорт для любого возраста, он можно играть от малого, от 5 лет до 70 лет. Во-первых, очень хорошо это для зрения, особенно вот детям, у которых проблемы со зрением, то очень помогает восстанавливать, а в возрасте тоже поддерживать, ну и, соответственно, поддерживать форму. Это приятно, когда собственники встречаются за игрой, это недалеко, никуда не надо ехать, это можно все сделать дома, опять же, под контролем уже, понимаете, они где-то рядышком. Практика показала, что это очень здорово, у нас это все проходит хорошо, мягко, спокойно, мы вот этим довольны. Субтитры создавал DimaTorzok